Привет, Натин Витер и Маша! Сегодня у нас распаковка больших подарков. Новогодних подарков! Привет, ребята! Сегодня у нас распаковка новогодних подарков от отечественных производителей. Ну что, с какого подарочка мы начнем? Шестер. Да. Так, выбрали подарочек от АВК. Да. Называется он новогодний мешочек. Здесь, да, новогодний мешочек. Здесь 400 грамм и выполнен этот новогодний мешочек вот в таком практичном мешочке, который можно дальше использовать по назначению, то есть дарить подарочки в нем. Смотрите, вот здесь он затягивается вот так, получается пакетик вот такой вот. Ну что, высыпаем? Да. Высыпайте. Ага, а здесь у нас конфетки вот упакованы вот так вот тоже практично, чтобы, не дай бог, какая-нибудь конфетка не развернулась и не запачкала наш мешочек. А теперь со следующей упаковки высыпаем конфеты. Ого, какие классные конфеты! Смотрите, здесь сразу видно печенька, здесь упаковано вот такое вкусненькое, наверное, какое-то. Сейчас будем смотреть. Как баунти. Как баунти, смотрите, конфетка как баунти, только наша отечественная. А вот это что за конфетка лежит? Да, да, да. Так, а это Аладдин с Жасмин, а каска оповиданка. Наверное, какая-то вафельная конфетка вкусненькая. Так, что у нас еще там? Что примечательно в этом подарке, здесь практически нету леденцов. Здесь одни шоколадные конфеты. Очень хороший подарок. Здесь только пару желеек. А ну, найдите мне желейки. Вот желейка и вот желейка. Но желейки тоже очень любят дети. Вот. Поэтому, я думаю, это очень хороший подарок для детей. Выбирайте себе, какие конфеты вы хотите съесть. Вот это. Ты желейку хочешь? Да. А Тимофей хочет, покажи, что это за конфетка. Эмилио. Типа, как Рафаэлка, да, только на отечественной. Вот такая вот классная конфетка. Держи. Я ем конфетку. Ты кушаешь конфетки? Так, теперь мы Маше раскроем конфетку. Так, а Маше досталась желейка. Держи, Маша у нас любит желейки. Лишь уродилась елка. У Маши уже новогоднее настроение. Она поет песенки про новогоднюю елочку, да? Сколько баллов вы дадите за этот подарок? Один, два, три, четыре или пять? Пять. Пять баллов дети дали за подарочек от АВК. Сладкий мешочек. Следующий подарочек. Маша выбирает. Так, подарочек тоже от АВК. Детям понравилась эта торговая марка. У нее красочные вот такие вот интересные подарки, да? Называется этот подарок. Рождественские каникулы. И здесь 220 грамм. Посмотрим, какие АВК сюда конфеты положил. Давайте, так, открываем мы наш сундучок. Вот он здесь с ручками. И Маша высыпает эту упаковочку. Посмотрим. Ага. Смотрите. У нас уже это второй подарок от АВК. Смотрите, это второй подарок от АВК. И что здесь примечательно? Здесь совершенно другие конфеты. Здесь, конечно, в этом подарке больше желеек. И есть даже немножко карамели. Вот. Но, тем не менее, шоколадные конфеты вот с такими начинками тоже присутствуют. И есть... Это типа птичье молоко? Нет. Это типа наца. Здесь вот с орешками конфетка. Вот птичье молоко. Нет, это не птичье молоко. Это вот эта дешевенькая шоколадная конфетка. Типа батончика. Но она тоже очень вкусная. И вот вот такая конфетка. Аромат солнца. Ну что, какую вы конфетку выбираете? Маша выбрала еще одну желейку. Ну, Маша у нас любительница желеек. Поэтому я не удивляю, что Маша выбирает желейки. А Тима? Да, да, желейки надо. Ну, думай, какую ты конфетку хочешь. На, Маша, желейку тебе. Какую Тима хочет конфетку? Выбирай. Вот такую интересная конфетка. Крем-суфле. Ага, это нежное суфле. Наверное, с каким-то тропическим вкусом. В шоколаде. Вот так выполнена конфетка. Держи. А ну, пробуй. Вкусная или нет? Вкусная? Классная? Да, внутри желейка. И внутри желейка даже. Это суфле называют. Дети, давайте дадим оценку вот этому подарку. Новогодний Дед Мороз. Маша пятерку дает. Тима? Четверку. Тиме четверку дал. Здесь ему не очень конфетки понравились. Какой следующий мы подарочек выберем? Сейчас Тимофей выбирает. Так, а следующий подарок у нас вот такая новогодняя елка. От Рошен. 440 грамм. Сам дизайн. Елочка, смотрите, как красиво выполнена. Всякие игрушечки нарисованы. Коробка шикарная. Так, теперь посмотрим, какие же здесь шикарные конфеты есть. Где она открывается? Наверное, можно открывать каждую. А мы посмотрим. Да, здесь можно вот здесь открывать или вот здесь открывать. Короче, можно любое окошечко открыть и достать конфетки. Ого, сколько! Смотрите, ага. А вот этот пакетик целлофановый, он уже внутри разорвался. Поэтому, ну, я думаю, это не очень там важно, но тем не менее неприятно, так можно сказать. Дед Мороз. Дед Мороз. Вот, в первом подарке от Рошен нам попался вот такой классный Дед Мороз, который можно повесить на елочку. А Тимофей любит. Ага, а Тимофей любит. Покажи, что ты любишь. Тимофей любит Джоли Попс. Это такой рошеновский чупа-чупс. Что ты еще любишь? А, ну, конечно, шипучка. Конфета-шипучка в арту шипит. Маша, как всегда, карамельку клубничную. Ну, все, что касается клубнички, то любит Маша. И еще Маша любит ромашку. В рошеновском подарке шоколадных конфет меньше, а больше вот таких вот карамелек всяких разных. Так, дети, какую конфетку будем кушать? Оба схватились за чупа-чупс. Ну, давайте делиться тогда. Чуть-чуть немножко Тиме, чуть-чуть немножко Маше. Да? Вот этот подарочек от Рошена, новогодняя елка. Какую мы оценку дадим? Один, два, три, четыре или пять? Пять. Три. Три. Тиме этот подарочек не понравился. А Маше понравилось, потому что Маша очень хотела вот такого Деда Мороза на елочку. Итак, выбираем следующий подарочек. Ух тыжка! Это подарок для супер-девочек от фирмы Конти. Сладкая магия. Что я хочу сказать? Лично мне, как маме, этот подарок очень нравится. Потому что, кроме конфеток, здесь еще есть вот такое вот красивое украшение для девочек. То есть еще такой маленький сюрприз, да? Я буду раскрывать! Здесь мисс Конти называется подарок. Здесь 300 грамм. И мы посмотрим, что же все-таки, кроме украшения, приготовила фирма Конти для девочек. Ну и как этот подарочек оценят мальчики. Вот такой вот невзрачный мешочек. Мы посмотрим, что же там внутри мешочка. Ух тыжка! Маша уже достала украшения. Так, вот добрались мы до украшений. И что же мы видим? Вот такой красивый перстень. Держи! Это коренечко. Да. И вот такое вот колье. Колье. Да. Тима, а ну попробуй одеть на Машу это колье. Не получается маленькое? Как корона сверху. Что, серьезно не получается? Оно очень маленькое? Да. А ну давай посмотрим. Ты молодец. Да. Конечно, подарочек немножко разочаровал. Потому что, допустим, Машина головка уже вот сюда, ну, никак не влезет. И здесь нигде нету никаких зацепочек, чтобы хоть как-то его где-то рассоединить, расцепить. Жалко. Жалко. Ну, тогда будет либо Маша корона, вот так вот мы ее оденем, либо куклам будешь вешать вот такое украшение. Да? Да. Так, высыпай. Ого. Ого, что-то такие большие мешки. Супер контик. Петчево сэндвич. Вот такой сэндвич ванильный. А что еще здесь есть? А что это за мешочек, Тимофей? Дай мне посмотреть, что это за мешочек. Ореховый бум в сахаре. Это орешки в сахаре. Кто любит орешки в сахаре? Тимофей. А Тимофей? Посмотрим, что за орешки в сахаре. Я люблю обычные. Ты любишь обычные? Грецкие? Да. Да, что же здесь за орешки в сахаре? А ну, смотрим. А, вот такие вот обычные арахис засахаренные. Ой, вот такие. Ребята, если мне разгрызть. Это для очень крепких зубов. Я не знаю. А крепкие зубы только у волка, наверное. Ореховый бум даже мне не понравился. А это... А это печенье фруктино. Вот такое печенье. Сейчас посмотрим, что за печенье. Так, открываем мы. Ой! Вот и первый... Ой! Вот и первый минус этого печенья. Оно здесь, видать, в желейке. И эта желейка прилипла прямо вот сюда, к упаковке. И оно просто ломается, это печенье. И еще какие-то очень ну, неаппетитные... И еще очень неаппетитная посыпка. Ну, как для меня. Не знаю, как дети оценят. Посмотрите, печенье-то. А ну, попробуйте. Оно хоть вкусное? Может, оно просто так неаппетитно выглядит, а оно на самом деле вкусное? Я с вами попробую. Мягкая, но сладость так себе. Лично мне не понравилась. А мне понравилось. Тебе понравилось? Ну, хорошо. Наверное, первую оценку ставит Маша, так как это все-таки для девочек. Понравилось тебе? Три. Три. Маша поставила цифру три. И, наверное, это действительно заслуженная оценка, так как немножко разочаровала украшения, немножко разочаровали вот эти орешки. И печенька такая. На любителя печенька. Тима, а твоя оценка? Четверка. Ну, Тиме четверка, потому что он любит конфетки Белиссиму и вот этого Джека. Я тоже. Итак, следующий подарок мы распаковываем. Какой? От АВК. Еще у нас один подарочек от АВК с сюрпризом. Это был сюрприз для девочки, а Тима себе выбрал вот такой вот сюрприз для мальчика. Символ года петушок. Называется этот подарок «Чаю Ваня с АВК». И вот так это выглядит в середине. Чашечка... Ой, одна конфета уже улетела. Чашечка у нас вот в серединке и по бокам у нас конфетки. Сейчас... Вот такая классная чашка с логотипом кондитерской компании АВК. Петушок яркий очень. То есть, ну, действительно практичный подарок. Держи, Тимофей, будешь чай пить. А с чем чай пить, мы сейчас посмотрим. Давай, Тимофей. Ой, сколько конфет вывалилось у нас. А ну, давай смотреть. Тима, сразу схватим вот такую конфету. Называется «Мадагаскар». Упаковка здесь такая веселенькая, да? Еще «Мадагаскар». И еще «Мадагаскар». Короче, здесь целая серия от АВК конфет «Мадагаскар», да? И вот еще «Мадагаскар». Ой, какой мальчик говорит. Здесь зебра здесь такая смешная. А здесь тоже пингвинчики. А здесь вот такой вот лев. Маша, а ты что еще? Тима, ставь этому подарку оценку. Пятерку. Тимофей поставил пятерку. Маша, а ты? А мне не понравилась эта пингвинка. Она же с кремом. А, ну тебе просто не понравилась эта пингвинка. А какая же тебе нравится конфетка? Вот такая. Я уже не полюбила. Вот такая? Угу. Ну, давай откроем. Держи. У нас такая буря. Угу. И вот еще такая. Ну что, нравится? Да. Какую оценку ставишь? Я. Угу. Я за эту конфетку ставлю номер три. А вообще за подарок? Четыре. Четыре? А я бы поставила пятерку. Отличный подарок. И у нас все меньше и меньше подарков. Какой мы открываем подарочек? Фиксики. Фиксики. Это рюкзачок от Фиксика. Ты хочешь повесить его на спинку? Да. А ну, Тима, помоги Маше повесить на спинку. Сейчас. Маша повесила на спинку помогатор и превратилась в маленького новогоднего Фиксика. Да, Маша? Да. Ты нам будешь помогать? Да. Вот такой помогатор от торговой марки Лесова Каска. Фиксики. Что хочу сказать. Дизайн продуман действительно очень грамотно. Потому что детям сразу хочется повесить этот помогатор себе на спину. Несмотря на то, есть там конфеты или нету. Здесь изображены все фиксики. А самый маленький Нолик вообще снеговичком стал. Ну что? Открываем. Открываем мы наш помогатор. Я надеюсь, оттуда сейчас фиксики не повесили. Смотрим, какие у нас здесь конфетки. Или может инструменты посыпятся, как вы считаете? Нет, вот уже конфеты сыпятся. Ух тыжка! А конфеты-то необычные! Сейчас я вам покажу эти необычные конфеты. Во-первых, здесь есть пружинка, жевательный мармелад. Дети ее очень любят. Дальше у нас есть вот такой жевательный мармелад. Тихо, тихо. Фикси Маршмеллоу. Жевательные мармеладки, пружинки. И вот фикси Маршмеллоу. А скажите мне, пожалуйста, вот это кто здесь нарисован? Файер. Файер. Вот здесь у нас жевательный мармелад. Это Файер. А это Симка. Так, Тима, тебе Файера. Тебе Симку. Пружинки давайте поделим. На пружинках у нас нарисован Нолик и Симка. Значит, Маша... Ну, Маш, тебе Симку, наверное, а тебе Нолика. Так. И вот такие вот у нас есть конфеты. С изображением всех героев-фиксиков. Ну, и какую же оценку вы дадите за вот этот подарок? Пять. Тима? Пять. Дети единогласно дали за помогатор фиксиков пятерки. Угу. Лисова Каска постаралась. Молодцы. И у нас последний подарок это... Киндер. Это набор... Давайте посмотрим, что это за подарочек. Киндер Микс. В Киндер Микс входит Киндер Сюрприз, Киндер Чоколад Макси, Киндер Чоколад со Злаками, Киндер Буэна и Киндер Шоколад Какао и Молоком. Вот такой классный подарочек. Да. И мы его открывать не будем. Знаете почему? Почему? Потому что мы устроим конкурс для наших подписчиков. Какие же условия надо выполнить, чтобы получить упаковку Киндер Микс? Первое. Первое. Это надо подписаться на наш... Канал. Тим Витыч и... Маша. Второе. Второе. Поделиться этим видео в любой соцсети. Третье. Третье. Оставить комментарий со словом «Участвую» и ссылочкой на репост этого видео. Подписывайся на канале Тим Витыч. И Маша, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok